Всем привет! Меня зовут Татьяна Васильева. Сегодня в 46-м уроке мы будем разбирать тональность ля-дорийский. То есть это как ля-минор, только немножко отличается от обычного натурального ля-минора тем, что шестая ступень у него повышена на одну секунду малую, то есть на один полутон. Собственно, вот как он выглядит, ля-дорийский. Начинается от ноты ля, первая ступень ля, она же тоника, вторая ступень си, третья ступень дофикар, четвертая ступень ре, она же субдоминанта, пятая ступень ми доминанта, ми. Дальше. Шестая ступень у нас как раз повышенная, у нас она фа-диез. И дальше седьмая ступень соль, и восьмой у нас нет ступени, опять первая будет ля, и так далее. Дальше то же самое си второй октавы, это вторая ступень, и до бесконечности. И, соответственно, вниз, если идти, от ля вниз, то ля у нас вот первая ступень, дальше пошла седьмая ступень соль, дальше фа-диез, это шестая ступень, дальше пятая ступень ми доминанта, и четвертая ступень ре субдоминанта. Вот она. Собственно, вот мы прошлись по всей тональности. Ну, целиком сейчас проиграю ля минор, то есть ля дорийский. Вот так он звучит. Что в этой тональности можно определить, откуда начинается здесь мелодия? То же самое, как в прошлых уроках. Мы смотрим, где у нас находится тоническое трезвучие. Тоническое трезвучие начинается с тоники. Соответственно, у нас тоника ля. Дальше, следующая нота в тоническом трезвучии, это добикар, и следующая ми доминанта. То есть первая, третья и пятая ступени, они образуют тоническое трезвучие. Собственно, вот. Вот это ноты из тонического трезвучия. И по аналогии, как и с прошлыми уроками, тоже покажу вам, как начинаются тюны у нас с нот, которые входят в тоническое трезвучие. С тоники, мелодия, которая начинается. Вот, например. Вот это Турлахо Кэролан, мелодия, называется Плангстейберг. Дальше, с третьей ступени, как у нас начинается мелодия, это будет Жига. Это Жига начиналась у нас с третьей ступени, теперь с пятой ступени, с нотой ми, с доминанты. Тоже попробую сыграть Жигу. И у нас же еще пятая ступень есть на второй октаве. Ну, например, вот Рилл начинается с пятой ступени. Вот так. Это показалось, с каких ступеней начинаются у нас мелодии, если они идут сначала такта. Но, опять же, повторюсь, вдруг кто-то не видел в прошлые уроки, что если мелодия начинается с за такта, то есть перед главной долей за такта, то мелодия может начинаться с какой угодно ноты, всякие могут быть случаи. Но, если вы видите, что сначала такта начинается, то это, скорее всего, именно с этих нот. Именно с ми, с до, с бекара или с ля, если у нас тональность ля-дорийский. Или а-дор. Это вот так латинскими буквами обозначается. А-дор. Ну, теперь, в конце урока, как обычно, сыграю мелодию в ля-дорийском. Соответственно, это будет полька. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА